Всем привет! Мы находимся в Лондоне, в Мэйфэр, 3.7 Дэви Стрит, в домом магазине Евгения Шучуакина, который называется «Heading's Mines». Здравствуйте, Евгений! Здравствуйте! 3.7 означает не 37, а с дом 3 по дом 7. Дом 3 по дом 7. Расскажите, пожалуйста, как возникла идея основать винный магазин в центре Лондона? Лондон – это мировая столица, и Мэйфэр – это сердце Лондона, и мы в самом центре этого сердца. То есть центрея не бывает, поэтому это такой адрес, естественный адрес, где пересекаются пути наших потенциальных покупателей. Винный магазин, потому что мне нравится вино, я могу час потратить в хорошем винном магазине. Мне нравятся различные вкусы, мне нравится общаться с продавцами или с семьей, если это заинтересованные продавецами с семьей. И также нам показалось, что, может быть, там ниши так или иначе заняты, а вот надо рыночное пространство все еще не занято. То есть вино в средней категории купить проще, и сервис в средней категории лучше, чем в топ-эндисе, как можно сказать. И на какой-то момент пришла в голову мысль сделать лучший в мире винный магазин. И после двух лет стараний, усилий, нервов и страшенных затрат мы это сделали. Сколько сейчас наименований может прийти? Шесть тысяч. Шесть тысяч. Вы продаете вино, а какие еще напитки? Мы продаем вино, мы продаем все виды крепких напитков, которые существуют. Вообще все виды крепких напитков. И мы не продаем какие-то... Мы не продаем киво пока. Но если там какие-то очень интересные, может быть, какие-нибудь бельгийские сорта... Ну, еще пока не мы, никуда не смотрим. То есть мы продаем то, что сделано с душой, то, что вкусно, то, что не является там экономической или химической атакой для завоевания мест в супермаркете. То, что не разводится из порошков и не добудется всякими лимонными кислотами и всякой химией, и вкус не доверяется. Ну, вы понимаете, о чем я говорю, в супермаркетах можно найти... Много бутафории. Да. Ну, почему там тоже... эти напитки тоже содержат антоги. А какой сами ли напитки мечтаете пить? Я люблю... Новый свет. Наш закупчик, Алистер Вайна, говорит, что у меня испорченный вкус. Я люблю Ширас, Пограде Савиньон, Мальбек, Гренаж из Новых Светов. Большие, душистые, длинным, чтобы они были такие крепкие, плотные. Я не очень понимаю, не Мерло, не пью шопланский, не пью белый практически. Ну, так могу для вежливости поставить в бакладу. В каком ценовом диапазоне сейчас можно найти продукцию? То есть, начиная с какой минимальной цены и заканчивая какой есть. То, что у вас есть шопланские виски, пеленфилли, стоимостью 123 тысячи... 6 миллионов рублей. 6 миллионов рублей, да. 123 тысячи это, ну, потому что редкий, да, он номер один из восьми сделанных бутылок. А минимальный ценовой уровень за обычную бутылку это где-то 12 фунтов белое, 600 рублей. И 15 фунтов красное, 750. Понятно. Как происходило создание самого магазина, вот именно от поиска места до открытия? Насколько тяжело это было? Потому что мы все-таки находимся в центре Лондона. Полгода, практически каждый день, мы проходили всю золотую в милю. И на каждый дом смотрели критически. И те помещения, которые были в аренду или были на продаже, мы пересмотрели вообще все. Вот, не линясь даже в самые такие полупроходные варианты. Мы смотрели, смотрели, смотрели. И как-то после Нового года, нового 2011 года, после полугодичных практически поисков и трехмесячных поисков каждый день, увидели здесь объявление. На следующий же день встретились с агентом. В этот же день встретились с агентом. На следующий же день мы согласились на этот магазин. Девять месяцев шло утрясание договора. Потому что наш арендодатель – это крупная компания с большим юридическим штатом. С файлообменом и имейлообменом отбился в 9 месяцев. И еще порядка двух месяцев разборка завалов в 12 асбеста. И еще 8 месяцев сройки. Вот так-то так. И в канун, на 14-ю годовщину кризиса 98-го года, мы открыли этот магазин. Если сравнить этот же процесс с Москвой, допустим, видите, помещение в центре Москвы, сложнее было там открыть, взять в аренду и открыть магазин? Или легче, чем в Лондоне? В плане бюрократии? Самое долгое, за что я просил и торговался, это был центральный телеграф, и это заняло 4 года. Так что есть. Ну, я просто принципиально покажу центральный телеграф. Вот. Да, у нас были президенты, когда мы ждали там чей-то трехлетний договор и так далее. А что касается договора самого, ну, конечно, такого нет нигде. По-моему, самое долгое было с Икеей, там, в месяце полтора или два, он такой вот в 300 страниц, я помню, очень странный договор, где подробно объясняется, что просто они могли написать, что у вас нет никаких прав, у нас есть все правы. Ну, они решили это все описать подробно. Северный народ. Я имею в виду, я шучу. Они на самом деле замечательные. Просто очень подробно. И, 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 и. И что еще? А постройки можно сравнить с бутиком Верту, который делался английскими рабочими. А если бы мы делали, ну, мы никогда не делали такой сложности ремонта, такой сложности качества материалов, такой сложности дизайна, и мы в жизни никогда не делали. Ну, никогда. А двухэтажный магазин Верту тоже делали 9 мест, и мы были уверены, что это саботаж. И мне повезло, что это были английские рабочие, потому что если бы это был экспедитор Власкин, как бы, если бы это были экспедиторы, то мы бы их похитили и пытали бы в подвале за такую потерю времени и денег. Но этого не произошло. Как это процесс выбора ассортимента? Вы сами участвуете или получаете? На 99% это делают наши закупщики. Вино закупает на листах Вайнер, и то облигатель закупает крепкий артоголь. Иногда, ну вот, моих решений не более 1%. Ну, то есть я что-то знаю, что-то где-то попробовал, и так как русскоязычная аудитория иногда спрашивает мое мнение, и я точно знаю, что это вкус, и я могу описать это вкус, и я точно продам, если я в этом уверен, я говорю, давайте. Вот вы взяли Алистер Ваня из магазина. А если он говорит нет, то мы это не покупаем. Понятно. Он пришел с магазина Хэрртс. Магазин Хэрртс эксклюзивный, один из самых лучших магазинов, правда, не для тех, кто не знает. Это точно можно говорить? Можно не говорить, можно вырезать. Мы транслируемся на Северную Корею? Сейчас на Северную Россию. И вот сам процесс, то есть как вы переманили человек оттуда, или он сам к вам пришел? Он же как специалист. Каждый сам ему приносит, и спасибо, говорили. Ну, конечно, пришлось поуговаривать. Что явилось ключевым фактором? Ну, это лучше спросить его. Может быть, подход, то, что никто-нибудь есть при его работе, и я стараюсь, я стараюсь, мне не всегда получается придерживаться паркода, что нужно выбрать, пригласить на работу лучших людей и просто не мешать. Потому что лучшие люди сами знают, как это может быть. Просто так собрать так пазл, чтобы они друг за другом зацепились, и постараться как можно меньше лезть туда руками. Кто является клиентом основным, потенциальный клиент в магазине? Основной покупатель это люди из финансового сектора, в котором мы, в общем-то, знакомимся. Здесь полно банков, кэдж-фондов, и люди в костюмах и в голубых рубашках, такие рослые и с громким голосом, в которых традиции после работы выпить бокалы вина вот здесь же, например, стоять, обсудить дела по году, политику. Ну вот, такие уверенные в себе люди с хорошим достатком. Это вот как основная, наверное, такая добротная часть наших покупателей. Есть берегутские звезды, прям первые причины, да. Понятно, так как магазин, я основной инвестор, понятно, что много наших соотечественников, потому что я всех пригласил к никому, я знаю, вот, русские, да, русские ярко выступают. Удивительно много итальянцев. Мне вообще казалось, что... Там есть шикарные мужчины, которые действительно покупают какие-то серьезные вещи. Поезжают иногда очень скромно одетые люди из континентального Китая, покупают очень серьезные какие-то напитки, там серьезные-серьезные, они точно знают, что им надо. Вот буквально сегодня покупатель из Кореи купил Кабернец Сувиньон, который вот... Который я... ну, так думал, может быть, на Новый Год. Случилось сейчас. А случилось сейчас, да. Ну, тысячу фунтов практически стоят. А какая самая дорогая покупка была? Общая или за одну бутылку? Ну, да, одна бутылка. Сколько человек заплатили за одну бутылку максимально? Ну, давайте я скажу, не самое большое, самое красивое из больших. Это был Махалан 60 лет в Лолике. Он стоил 15,5 тысяч фунтов. Переводите, пожалуйста. Сколько будет? 750? 750? 750 тысяч рублей. Такие буквы 750. 500-400? Опа! 650! Такие покупки они обычно идут в коллекцию или человек покупает для себя, что-то купить? Или это подарок? Подарок. Подарок. Да, это подарок. Какая основная вот сейчас миссия, какая основная амбиция Head & Need Alliance? Вы планируете открывать новые магазины или сфокусируетесь вот сейчас, именно здесь? Есть у каждого пирамида потребностей, да, и есть пирамида приоритетов в голове. То есть, я, например, очень хочу в хороший ресторан. И мне там ресторан X в голове, да? Я звоню туда, там забронируем. Тогда ресторан там следующий Y. Я звоню туда, там еще что-то. И я тогда, если эти два заняты, ну тогда пойдем сюда. Вот, и есть такая же, вот есть в голове, у каждого, опять-таки, играем в футбол. Я, например, хочу кроссовки Nike. Но если нет Nike, тогда Reebok. Ну и тогда. Ну, я к тебе не знаю. И мы хотим в головах, как можно больше покупателей, покупателей вообще в головах, в общественном мнении, занять первую позицию. Это самая основная амбиция. Есть идея, если мы открываем магазины в других городах? Нет. Только здесь. Нет, нет, нет. Такой, он такой один. А еще какие-то бизнесы. Прости, Олег. Привет, Олег Тиньков. Привет, Олег Тиньков был и сказал, что это очень хороший магазин. Но это все-таки не бизнес, это игрушка. Нет, Олег, это бизнес, еще очень красивый. Твой бизнес огромный и красивый. Мой небольшой, но тоже очень красивый. Он с нами, когда разговаривал, обещался что-то у вас купить дорогое, когда приедет. Сделал какую-то покупку? Да, сделал. Он учил быть плановым, по-моему, ты говорил, или... А я не уверен, что он хочет ли вам говорить. Хорошо. А, по-моему, затвитерил. Его можно проверить по твитеру. Проверим по твитеру. Олег Тиньков. Вопрос о... Нет, хороший вопрос. Хороший вопрос? Да. Он наверняка будет рекомендовать в магазин. Я надеюсь. Какую систему менеджмента вот здесь вы сейчас применяете? У вас, имеется в виду, учитывая прошлое, как создателя огромной сети Евросеть, сейчас вот вы... Почитать... Система менеджмента в команде 22 человек будет так. Есть офис, да, где закупщики, логист, бухгалтер и, ну, по сути, еще один помощник в отделе закупок. Есть магазин, где есть старший, и у него замы в тот момент, когда он в выходной или в отпуске, они выполняют функцию старшего. И есть наша СЕО, Татьяна Фокина, которая администрирует все эти процессы и которые, в общем, получат. Такое опро всевидящее за тем, ну, за всеми процессами, которые поступают. Вот мы нас начали в этой системе менеджмента. Вот я хотел вас спросить про Евросеть. Я многое считал о том, что там была система вознаграждения, по очереди, где самый ленивый получал, там, несколько раз меньше, в много раз меньше, чем самый активный, да, или самый тупой, в много раз получал меньше, чем самый юный. Как работала вся система? Ну, мы не платили, исходя из IQ людям, а она зависла от продаж. Вот, и активность, она может быть тоже, вы посадите клаустрофобную мышу в бочку, она тоже будет активной. Должна быть полезная активность? Да, нет, должны быть продажи. В Евросетье зависело от продаж, здесь более, более справедливое, отвратительное это слово, давайте заменим, здесь более честная схема, которая вступит в силу, когда магазин выйдет на глистаду. Мы с каждым делимся частью заработка. Все очень просто. Все просто, мы назад, назад, во времена Ставко. Я там убил оленя, ты продал оленя, делим оленя по пангу. Братство? Нет. Вознаграждение? Нет, честное, 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 честное разделу прибыли. Никакого братства, не надо здесь, социализма, в этом магазине. Жалейте, пожалуйста. Никакого равенства, никакого братства. Только справедливое вознаграждение, но не справедливое, потому что вы видите это слово. Честно. Не вознаграждение. А нужно честно делиться частью заработки. Вот это, наверное, наиболее правильный момент. А сейчас у нас люди работают за зарплату и также есть комиссия? А мы только открыли, сейчас испытательные сроки, они присматриваются к нам, мы присматриваемся к ним, поэтому у нас длительный испытательный срок в контракте. И сейчас мы друг друга присматриваем, посмотрим, как мы пройдем этот фрисмас. Мне кажется, что сегодня прямо вечером здесь вы уже этих камерок не поставили. То есть нам повезло? Как не повезло, я бы тут как повезло вам. Скажите, вы не жалеете о том, что продали ее сети? Я жалею, что я продал ее дешево. Дешево, то есть недооценена была? Ну, конечно. А какая реальная стоимость? Реальная стоимость, вот она сейчас будет на бирже не менее 2 миллиарда. Вы продали за 400 миллионов. Я не буду говорить за 100 миллионов. А почему продали именно Александр Мамутов? Потому что он единственный на тот момент был готов платить. Что думаете о будущем компании? Когда они будут дальше развиваться и не будут развиваться? Без вас и уля. Компания уж серьезно поработала над долгами, и долгов сейчас мало. И это очень сильно оздоровило и в России. По продажам вот это лето, оно, наверное, похоже на то лето, которое было в 2008-м открытии. То есть только начинается наверстываться? Нет, оно нет, наверстывание. Конечно, наверстывание. И по количеству магазинов, потому что сначала много сократили, сейчас приблизительно, вот этим летом бизнес стал больше, чем тот, который мы продали. Я смотрю ваше интервью 2008-го года, вы там говорили о том, что бизнес в России из-за кризиса, из-за дубличных посылок, как бы совершил скачок назад на 10 лет. Как-то говорили, что культура потребительская, что люди стали снова смотреть только на цены и меньше обращать внимания на сервис и другие вещи. Да, кризис очень тяжело и очень плохо Россия пережила. И не все отрасли его пережили нормально. А ритейл, он растет, ритейл увеличивается. Вот весь, я не видел последних стат данных, до августа Россия находилась в состоянии рецессии. Ну, в состоянии настоящей рецессии. И один из двигателей, один из положительных цифр, это рост розничной торговли. А в производстве все очень херово. Ну, не очень херово, но не так, как, например, в Германии или в любой другой стране, например, в Северной Европе. Ну, вот если говорить о будущем экономике России в следующие пять лет, что вы думаете? 17-18 кризис, конец правления Путина, и кто придет, у меня с ним непонятно. А есть идеи, кто может прийти после Путина? Кто бы ни пришел, люди истосковались по тому, что должен закон работать для всех одинаково. мне кажется, это важно. Люди хотят, чтобы была какая-то управа, что ли, на сумасшедших чиновников, сумасшедших вытасек, некоторых вытасек из южных республик, не будем всех называть под одну галиканку, сумасшедших пьяных ментов и так далее. Люди истосковались, что их нельзя судить за преступления. Ситуация стала хуже, чем, допустим, 10 лет назад? С чем? С розничной торговлей? С ситуацией, политической ситуацией. Ну, политическая ситуация, политически стремительно деградирует все. Ну, последние изменения смены Сердюкова на Шойгу. Это похоже на что-то такое из фильма «Царь». Да? Вот такое полупомешанное такое состояние. Граничное состояние психики. Там, мне кажется, наверху. Если бы сейчас были выборы, то было бы голосовать. А кто бы баллотировался? Понятно. Мы не знаем, кто будет баллотироваться в следующий раз, но, может быть, есть потенциальный лидер страны, за которую можно проголосовать. Будут, когда честные выборы, сразу будет кто-то не знаю, кто возьмет экономистов основной гендарионов. А честные выборы в России, они будут? Они будут честнее. Ну, потому что не честнее некуда практически. Не честнее, наверное, какие-то совсем южные бывшие республики Советского Союза. Вот там, конечно, еще большие обсурки. Ну, куда уж дальше. Нет, они будут выборы после падения режима Путина будут, конечно, честнее. если посмотреть на последние сто лет истории России, кто, по-вашему, был самый лучший правитель страны? Есть потенциальный глибовый лидер? Я скажу очень непопулярное мнение. Ельцин. Ельцин? Да. Это есть Ельцин первый период или второй период? Он пытался сделать страну свободной. Были, да, вместе со свободой, да, многие восприняли это как хаос. И это отчасти был хаос. И был и бандитизм, но тот бандитизм, который был, это детские игры по сравнению с государственным бандитизмом, который сейчас. Да, время, время надежд и время, когда сформировались вот те самые компании, которые сейчас цвет, если можно так сказать, цвет нации с точки зрения экономики. А можно ли сказать, что именно лихие 90-е и было нескольких? Они не были лихие. Они были лихие в Питере, потому что управлял путинцы товарищи. Они там и были лихие. А теперь бандитский Петербург на всю в общем страну. Разросся на всю страну. Транслировался. Можно сказать, что в 90-е был расцвет именно капитализма, свободного рынка. Больше, чем он есть сейчас в России. Он был очень больной, он был еще с советскими, со страшенными советскими гирями в Тармане. Да, как вот только что родившийся капитализм, слепой, пытался найти какой-то свой путь. И цена на нефть его прикончила, да, в 97-98 году, и путинизм первые там три года воспользовался как раз уже сложившийся там бизнес, какой-то там бизнес-этик, бизнес-структура, как только пошли какие-то деньги нефтяные, да, более-менее, да. первое, до третьего, если бы Путин попал бы, я не знаю, в аварию в 2003 году, летом, то он был бы национальным героем, вот, настоящим народным героем, и вошел бы в историю абсолютно как самый лучший лидер. Вот, если бы он ушел в 2008 народ бы согласился с тем, что он тоже национальный герой. Ну, так уже. Ну, да, ну, там, ну, ладно, вот, а теперь у него путь один. Либо в суд, либо, ну, понятно, может запереться, поставить 8 слоев охраны и умереть от старости, значит, либо там, его вынесут и налогное место, но исторически, в исторических учебниках он не будет человеком, поднявшим страну с колен, все, нет шансов. Он прошел этот момент, когда это можно было сделать. Вот те демонстрации, которые мы наблюдали, да, последний год-два, они не могут сами что-то поменять как общество сейчас, вот сейчас, в 2017 году, вот эти массовые настроения людей в России? при цене на нефть 110, у режима достаточно сил себя защитить. Может ли Путин выйти на четвертый срок? Как раз эта система живет как пирамида, она должна каждый следующий год красть больше, чем королав предыдущий. И поэтому в 2017-2018 году они не смогут выполнить социальные обязательства. И тогда выйдут не люди, которым их аспирантура мешает взять в руки камень или разбить голову полицейскому арматурями, а выйдут простые пацаны с окраин, с района. Вот. А там разговор будет короткий. Арматура в руках и по свистку удавана. Как подноситесь к Арбачеву? Лоб? Человек? Ну, нет, в начале все выглядело как замечательно, такой, как бы, как такой, наверное, российский Дэн Сяопин, а в конце произошло, по-моему, мне кажется, полная потеря контроля и полная потеря рейтинг за три года с 80 или 70 процентов до 2. Это полный разрыв вообще понимания людей. Есть мнение о том, что он видел ситуацию слишком наперед, на несколько десятилетий наперед? Если бы он так видел, открыл бы границы, пустил бы эту иностранную еду. Ведь люди друг другу убили лица, убивали друг друга, мочили с этими талонами, с этими вырубкой виноградниками. Нет, там очень много было советского. Все еще очень много было советского. Я думаю, что на самом деле ему, может быть, не хватило каких-то глобальных экономических знаний. И чувства, как это должно быть. У Ельцена может быть тоже не было, но у него было какое-то чувство, что свобода лучше, чем не свобода. И там закон о свободе торговли поставил просто крест на разговорах о голове. Когда распределение товаров и услуг пошло абсолютно невидимой рукой рынка. я хорошо отношусь к Ельцину, хотя если бы та же приватизация была бы все участники были бы в равных условиях. и либеральным режимам всегда не хватает популяризации своих идей. Потому что либеральные идеи как бы быстрее всего замкнуть круг. Либеральные идеи нуждаются в пропаганде. Все круг замкнулся. Потому что пропаганда это уже не из либерального лагеря словечка. что на ваш взгляд изменилось за последние 8-10 лет в глобальном подходе к бизнесу? Глобальный бизнес. В чем он поменялся за последние годы? Ну с последних 80-10 лет. Но он очень изменился в 2008-2009 когда надутый пузырь разорвало плочие и сейчас видимо чтобы выиграть выборы я кстати не думаю что оба могут выиграть а он выиграл? Да мне казалось что люди слишком короткой памяти слишком слепы и забыли как это бывает когда твое жилье стоит когда жилье которое стоило 2 миллиона долларов дом огромный стоит 120 тысяч и он никому не нужен даже за эти не нужен ну как забыли а оказывается у меня ничего не то есть такая мне кажется победила действительно самая сухранина для американцев конечно в наши самые авангардные предприниматели куда вы думаете они будут инвестировать свои средства где будут создавать новые предприятия авангардные прогрессивно мы стучим еще прогрессивнее чем брин и циферберг да и ларри пейдж это новая формация то есть интернет мы уже сделали соцсети мы создали что будем следующее делать то есть самые богатые люди через какое-то время будут те у кого больше всего полудорожных земель потому что количество ну то есть возобновляемых ресурсов это не новая информация понятно что да сотовые компании уже не стоят так как они стоят если еще всякие соцсети они еще какое-то время конечно они еще будут расти мне кажется дальше все одно председание не имеете то ли это да невозобновляемые ресурсы невозобновляемые ресурсы использование солнечной энергии мне кажется установка солнечной энергии на крыше ну да вот уже мы как-то сидели в 2001 году и думали что будет самым крутым через какое-то время и после долгого мазкового штурма бутылка висса мы пришли к выводу использование солнечной энергии то есть солнечной батареи для всем на чем можно а и вообще батареи когда в каком-то очень маленьком элементе может содержаться много энергии и его очень легко зарядить который меняет там все всю автомобиль на промышленность сейчас по-прежнему вот у нас только электромобили но их по-прежнему заряжать достаточно долго а когда их можно будет зарядить быстро и когда они будут работать в минус и понятно что до этого дойдет понятно что это вот прям не за гарантию как только нефть будет 200 такие машины сразу появятся ну это потому что а какие с этим могут быть проблемы проблемы мирового бизнеса какие тут такие горячие актуальные проблемы которых нужно сейчас знать и способы преодоления мирового бизнеса мне кажется все арабские страны будут еще богаче в ближайшее время из-за нефти и газа да у России реальные есть реальные шансы если там все сделать по грамотному мне кажется да с экономической точки зрения сделать открытую страну и совершенно нехитрыми законами да привлечь туда десять миллионов самых активных работоспособных талантливых людей из которых половина все которые там гермонцы которые сейчас отсутствуют а половина это будут какие-нибудь предприимчивые иностранцы и а может быть больше половины и если мне кажется в России все делать по правилам ну правильно да не красть то что достается то в России может стать очень много потому что только ресурсы рисков которые есть в России на одного человека это у нас уникальная страна вот но я что-то боюсь что эти все прослыли коронайки эти все прослыли вот вечный вопрос да почему русские так не умные и такие бедные в чем основании все русские бедные многие бедные у нас коэффициент джини такой что в другой стране уже революция была ну да джини растет сейчас это глобальный тренд даже в США да и правильно ну возьмите группу детского сада и да объясните всем как считать складывать дважды два и возьмите секундомер между самым худшим и самым лучшим будет разный ну а почему они должны быть одинаковыми это изначальный порядок почему все одинаковые должны быть каждый но все-таки вот общий тренд да когда вы сейчас сказали много ресурсов да на душу населения но в целом бвп на душу населения ниже чем во многих других странах да в чем цена россия может по бвп на душу населения вполне догнать не по Британию 44 да вполне может это за считанные годы можно сделать проведя масштабную приватизацию открыть там финансовые рынки открыть открыться вообще для всего мира никто не говорит раздавать деньги открыть сделать равные условия равные понятные условия для всех участников рынка для всех жителей для всех чтобы все были равны перед законом как с уголовной так и с экономической точки зрения все эти законы они все существуют делать независимые суды ну это не так адски сложно как это кажется ну и можем ожидать что это случится в течение следующих десяти лет если после падения режима путина народ все таки согласится на либералов и на сторонников свободного рынка как это произошло в Грузии вы заговорили что реформы в Грузии привели к огромному прогрессу да так так и есть и то что власть сейчас они ну да по сути они потеряли власть ну абсолютно демократическим путем люди тоже устали наверное от того что все зависит от них хочется там позвонить брату свату как обычно как это было сотни 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 лет хочется там как-то что-то где-то гипотизм да столом пришать выйти парамсить договориться ты мне я тебе да это не братство да да это не братство а куманство куманство не про физику хронизм они говорят часто в этой стране вот вы живете в Великобритании уже 4 года да да практически насколько близка ситуация здесь в плане становления рыночных отношений капитализма к тому идеальному обществу о котором писала Айнред книги Атланд здесь очень далеко очень далеко здесь очень здесь огромные налоги и зарегулированы так что ты окно не можешь выставить в своем доме здесь очень 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 зарегулированы и законсервированы даже вот мы где живем называется conservative area законсервированы не до свободы достаточно далеко а есть какие то какие то есть чисто капиталистические черты а какие то совсем даже отсюда все активные люди разбегали в Америку 300 лет назад ну а в наше время какие то страны есть которые ближе находятся к той ситуации ну была Грузия была Грузия а теперь даже не знаю Гонконг Гонконг да Гонконг очень Сингапур Гонконг у эмиратов и искать по своему вниманию с людьми которые проживают это чтобы лицензию получить да были public hearing публичные слушания то есть чтобы открыть магазин чтобы что-то переделать нужно советоваться в Москве в центре Москвы сложно ли будет так сделать ну в плане организации аренды и так далее сложнее чем здесь или легче чем здесь ну есть ну есть своя особенность но там в Москве может сделать быстрее гораздо может он будет даже дороже но точно будет ну там аренда например зарплаты и налоги понятно что будут здесь дороже сейчас сейчас одну секунду очень плохо как-то говорили что айфон 4 глючит часто да это голова звучит с руками айфон 4 работает по часам то есть в зависимости от бизнеса в зависимости от направления да в России можно если вопрос можно решить вопрос деньгами то есть вот понравился какой угодно магазин вот можно вот все дорожку выложить из денег и через там несколько дней это будет другой магазин с другим названием другим ассортиментом уже будет работать было бы желание не плевать соседи не соседи лицензии не лицензии есть бабки все наливай да пей здесь нет но это же ускоряет развитие бизнеса частного предпринимательства когда все можно делать быстро да поэтому растет оборот лучшей торговли при падении производства вы скучаете по России? да конечно вы пока никому не будете ездить? нет а почему больше всего скучаете? по кому? да надо съездить в Кивач печень почистить а если серьезно нет ну конечно гулять по родному городу и по Питеру пока вы не собираетесь я уже отвечал а можно спросить какие причины почему вы не ходите сейчас я не вернусь до смены власти нормально планируете ли вы будущее ваших детей здесь или в России? как бы вам хотелось я не думаю что дети вернутся мы делаем все чтобы им дать очень хорошее образование здесь и стараемся им приметь какие-то правильные правильные мысли и правильное понимание этого мира а решать им и моя позиция что каждый сам решает где их жить я никогда не буду говорить становись юристом продавцом или кем-то стригись коротко или стригись носи черное не носи черное наша наша задача как родителей показать как можно больше как можно больше усилий дорог вариантов и в общем человек сам решает это отвратительно наблюдать когда 30-летний 30-летний сын зависимо от родителей уже близки седые а все делает какую-то хренамусь которая уменируется как у вас сейчас английский язык часто говорили что тонируетесь запоминайте новые слова я запоминаю новые слова но как я запоминаю одно новое слово я забываю 6 старых вы берете классы или просто слушаете людей музыку нет я какое-то время когда я слушаю наших экстрадиционных юристов когда очень хочется жить на свободе не больно запоминаешь слова а сейчас их нет и так опять как точно с кем общаетесь у вас крупные дети русские в основном или англичане у нас только два русскоязычных из 23 человек в компании это работа а друзья близких людей не ну все в основном русские а как что вы думаете статистический англичанин если в клише говорить это вот какой человек он закрытый открытый идет на контакт не идет на контакт с иностранцем он идет на контакт но он даже ты можешь называть френд но близко себе не пускает Таня не рассказывает а улыбчив любопытен очень любопытен он с удовольствием угощается за твой счет к себе никогда не позовет и в петьку если он кладет что-то готовить он будет контролироваться сколько-то передчатчик показывает может надо раньше отключить чтобы не тратить технику энергии если у себя дома да но это мы не узнаем потому что мы не окажемся у него дома а у нас дома ему все равно давай езжай поход ну а бизнес эти английские все что описано в договоре ну все ну через договор все через договор очень очень хороший юрист подробный договор позволяет тебе с отличием быть долгое время хорошими друзьями вы можете плот по плечу говорите получается получается и спокойно из бреши которую ты оставил вынимать ложку сколько будет потому что это законно это договор англичанин похож на русского? нет абсолютно не похож или в чем-то похож? нет не похож он с виду такой спокойный здесь все зарегулировано он с виду спокойный он ездит пристегнутый он не нарушает не нарушает но внутри пружина сжата то есть она в любой момент может разжаться вот на футбол он приходит и там по полной программе а вы смотрят на футбол? немало последнего здесь какая-то команда которая поддерживает здесь в Англии? я с детства у меня когда вот папа болел за спартак я с детства ощущал себя такой комплекс неполноценности потому что я ни за кого не болел у меня так и не инсталировалось чувство поддерживать какую-то из команды а сами каким спортом занимаетесь? футболом в том числе играйте да ну у нас мы играем с нашими сотрудниками у нас есть команда в желтых майках команда в красных майках команда в красных майках в перемешку ну там она такая условная арсенала вот а команда в желтых майках в раздобой у меня например форма бразильской сборки бразильской? да что вы думаете об английской системе образования в школе? вы сами учились в России ваши дети сейчас учатся здесь я учился в школе в России и посещал школу посещали школу? да посещал вы учились экзамен и сдавали? да экзамен и сдавали я висел на на входе где ими гордиться школу как отличник? я был несколько раз крупным отличником а закончили с остальной пятерки? ну вот если сравнить российскую систему образования и английскую систему образования в чем кардинальное отличие? имеется что там? ну конечно в России из-под палки все а Россия все из-под палки все через колено через заставление и так далее а здесь ну вот ты дурак плыви сами все после потечения детям очень тяжело пристроиться сами сами себя заставить не могут русские дети языческие детям здесь как-то припожрится предпринимательство в каком-то из его видов математика для предпринимателей ну математические задачи да задачники смешные они там все про деньги да обратил внимание то есть не Маша отдала яблоко петье да Маша здесь не отдает яблоко петь а продает по вашему это влияет на мозг изначально? конечно качестве предпринимателя конечно ну это нет это как раз вот вы сейчас сказали что англичанин он осторожный да он соблюдает правила хотя внутренне это сжато он не осторожный он живет по правилам потому что с детства ну жить по правилам ну въезд в аэропорт три шлагбаума первый второй третий в шлагбаум третий стоит очередь из семи машин первый второй никого машины передо мной стоят в очередь как это объяснить? нет были правила? ну раз все в очереди значит один за другим значит может быть там они дальше распределяются по очереди может эти два шлагбаума не работают и придется еще назад раз все встали то и тебе туда например вход на станцию вход на станцию три аппарата по выдаче по продаже билетов стоит общая очередь а дальше от них расселяют три аппарата стоит очередь семи человек вот сзади сбоку еще два аппарата там и там это способствует покупать внимательство в этой стране или нет? это нет это нет англичан там чтобы не было stay in line 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 это и есть тоже меня бесит очереди я всегда я готов выслушать любое любое в свой адрес ну я могу включить 100% тефлон мне все равно лишь бы яйца мне не кидали я не скажу очереди вы пойдете ко второму шлагбауму ко второму шлагбауму влезть если я спешу я вообще по наглему отлезаю это оставшаяся ужасная московская привычка но я не могу стать в очереди когда открылся макдональдс я никогда не стал больше но сзади тысячи людей да я никогда не стал больше через выход через кто-то кому-то там помашешь машешь что-то там меня вот и так далее как угодно выгоняет еще раз выгоняет еще раз это привычка помогает искать новые пути это помогает но она так же может себя провести за решетку если бы то есть оборотная сторона да если бы не в Великобритании где-то вы еще потери заниматься конферналистом или в Магрии вы занимались в Азии в Австралии в США наверное в США бы получилось в Азии в Гонконге мне кажется но я их боюсь почему я боюсь я не выдержу конкуренции я слишком ленивый медлительный неповоротливый у меня слишком плохо работает в Москве в чем основная сила Китая все говорят о том что когда принимаются как первая силы попала с этой державы да конечно так и будет так и будет сейчас будет смена лидеров и если все-таки они возьмут курс на большее количество свобод то как завершал то инвестиции огромное количество огромный товарооборот строительство новых заводов транспорт как они называются кто книгу вы читаете или читаете сейчас что-то можете посоветовать книгу и в фильм может быть я прочитал я прочитал до Владова чемодана получил огромное удовольствие прям огромное удовольствие ну там тоже такая эмигрантская не много но что привез из России как в фильме да это верно верно у меня был пробел я недавно посмотрел автоаулы из картинки понравилось? да да ну конечно вот это и последний может дать рецепт быть счастливым? как оставаться счастливым? да да здесь такая штука счастье оно может возникнуть только если ситуация гармоничная вокруг тебя гармоничная может ее создать может стремиться к гармонии но если у тебя много потребностей много каких-то вот именно да именно потребностей если ты в чем-то хотя бы перфекционист или даже не в одном а в некоторых пунктах перфекционист то у тебя потребностей разных столько что достичь гармонии тяжело или даже невозможно и тем дальше счастье хотя на каком-то промежуточном на каком-то этапе на каком-то моменте ощущение счастья или даже ощущение эйфории вполне может быть самый последний вопрос есть какая-то в общем чем больше ты понимаешь тем больше ты недовольна а ну это как по Аристотелю то есть чем больше человек знает тем больше вокруг неизвестного нет тем больше нечто тем больше нет чем больше ты знаешь и осознаешь тем меньше нормальному человеку ты вообще должен устраивать все естественно нет да последний вопрос есть какие-то личности которые вас направляют или нет в любой среде предпринимательство политика коммуника сто угодно это вот так же как и это так же как и вопрос команду это как вопрос боления или не боления за команду я спрашиваю кто твой имя кто твой духовный лидер и у меня всегда эти вопросы я каждый раз не готов если бы лет двенадцать пятнадцать назад раньше я бы наверное сказал джин морис ну потому что я все время слушал музыку а 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 это вот нет там никого даже можно спросить вот эта история с попыткой продать самолет который выставил у Путина можете просто вкратце рассказать как это было эксклюзиво потому что я читал что вы знали какие самолет в девяносто втором году я присоединился к сервис гарни посредник и все друг другу пытались что-то продать причем реальных предметов было мало а телефон бесплатно всех работал поэтому вечером все друг другу назвали какие-то неимоверные компьютеры калькуляторы видео двойки видео тройки и всякую герундистику пытались друг другу продать причем никогда эту вживую не видишь да надо было через это пройти но это как это при рождении бизнеса это как ну я не знаю это шли годы при рождении капитализма и вы решили парать самолет да предлагали какой-то старый Т-134 предлагали как кому предлагали а таким же студентам вдруг кто-нибудь есть покупатель не вышло сразу не вообще ничего не вышло понятно мне кажется мы потом на этом самолете летали сами да мы его арендовали уже вы увольте самолет нет я вообще ничего не уважаю машину увольте нет машину нет нет самолеты яхты и прочее то что надо разбираться и управлять количество экранов тундлеров и прочее нет ну есть же профессиональные люди профессионалы которые мало того что это любят это нравится вот это не забыть вот это все есть люди которым это нравится пусть они зарабатывают за это свои деньги я любил смотреть по сторонам лететь и ехать и смотреть по сторонам у нас есть на сайте стена славы где люди а кто это слава это его пока еще нет мы должны изобрести персонаж пока что мы просто все его назвали и человек просто оставляет свою роспись и пишет любое послание какой нибудь рукой своей здесь в цифровом виде то есть у нас здесь есть красная ручка нам просто нужно будет пальцем что-нибудь читать можете просто роспись поставить можете написать вот им деньги или буквеи на нашем сайте сможете? да конечно у нас здесь толщина христа мы выбрали в принципе вот среднюю можно любой цвет другой поменять и потом пальцем можно тоньше сделать линию можно вот поттереть пальцем так же пальцем и я можно вот поттереть так же пальцем я детям как бы туда задаю что пеналтимасы называется как лошадь Продолжение следует... 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 Продолжение следует...